Жители Ненецкого округа присоединились к федеральному экологическому проекту «Чистая Арктика». В эти выходные добровольцы и волонтеры вышли на уборку береговой территории реки Печоры. Представители органов власти, силовых структур, территориальных общественных объединений и студенты образовательных организаций очистили от мусора территорию в районе лесозавода. Как это было, расскажет Ольга Русул. Ненецкий округ наряду с другими регионами включился в масштабную акцию по уборке арктических территорий. Чтобы сбор мусора проходил активнее, участники разделились на 17 команд. Рекордное количество за все время проведения экологических субботников. Спасибо большое, что в этот субботний выходной день вы пришли сюда, а это значит, что вы неравнодушные люди. Это значит, что для вас слово «экология» не пустой звук. Это значит, что лучше один раз прийти и убрать мусор на берегу Печоры, чем 10 раз об этом говорить и обращать на это внимание. Губернатор отметил, что мероприятие проходит во время празднования Дня Печоры. Это символично. Поддержать старт чистой Арктики в Ненецком округе прибыл представитель федерального штаба проекта Элмурот Расул Магомедов. Наша задача сделать так, чтобы восстановить не только промышленное использование Арктики, но и чтобы рыба была, какая она была здесь раньше, чтобы все виды восстановить эти, да, и чтобы Печора была такой источником чистой воды для Ледовитого океана, для океана и дальше для всего мира. А в Ненецкий округ «эколог» приехал не с пустыми руками. Специальный подводный дрон, оборудование для исследования качества воды и другие необходимые вещи позволят обследовать реки и акватории Русского Севера для выявления фронта работ. Поймем, что лежит на дне, тогда уже приступим к очистке дна. Да, это, по сути, формирование программы чистой Арктики на следующий период. Вся информация, полученная в результате исследования акватории дроном, наносится на специальные карты. Потом ее расшифровывают специалисты и определяют локации и виды загрязнения. Кстати, все привезенное оборудование и сам дрон Элмрот передал в дар Ненецкому округу для мониторинга окружающей среды. Сейчас разрабатывается карта дна Печоры, чтобы в следующем году планомерно поднимать объекты, которые портят экологию, отметил он. Тем временем волонтеры активно приступили к сбору мусора. Где-то так. Вот сейчас это сдадим, будет 50. Надеемся на победу. Сто баллов пойдет? Я с бочком! Сбор мусора – это недоведенное до автоматизма действие. Нашел и тряхнул и в мешок. Огонек и задор, а главное – полет фантазии, только приветствуются. Поэтому участники субботника хитры на выдумку. Машина осталась. А это же предмет радиоактивный. Каким образом он попал на территорию? Завезли. Завезли, да. Фейшеры из России завезли стекло. Это устройство, которое проверяет радиоактивность. А вот, сейчас мы… Да, вот оно проверяет радиоактивность, как раз будут вместе в посылке. Артефакт. Волонтеры-скупщики внимательно слушают каждую историю необычной находки, анализируют, а потом еще и оценивают по специальной шкале. Есть очень интересная вещь. Это артефакт. Ну вот, как тут сказал наш ведущий, если команда считает, что они нашли какую-то интересную вещь и могут придумать интересную загадочную историю и поторговаться с волонтерами-скупщиками, то они могут получить максимальное количество баллов за эти артефакты. Мусор сортируется в отдельные пакеты. Покрышки от автомобильных колес и крупный габарит отдельно дерево вообще не собирают, потому что этот материал разлагается самостоятельно. Мне самый разный мусор попался, но мы его разделяем. Вот у Веры пакет для пластика, а у меня для всего остального. Поэтому мы изначально уже собираем мусор и его разделяем по фракциям. Вот вы буквально только начали, там у вас уже... Достаточно, да. Ну у нас достаточно мешков и хватает сил и желания убрать эту территорию. Еще один вид мусора – пластиковые крышки от всевозможных бутылок. Их надо не просто собрать и выбросить, а сделать это красиво и метко за подачу отдельной балл-команде. Сейчас крышечки мы кидаем для того, чтобы заработать дополнительные баллы, и наша команда поднялась наверх, к первым местам. Вы специально крышечки собирали? Да, мы крышечки собирали именно для этого, да. Все 17 команд участников показали завидную скорость и прыть в уборке мусора. Баллы начисляются в зависимости от типа и количества собранного мусора. И по признанию жюри сделать это было необычайно сложно. И вот волнующий момент. Жюри объявляют победителей. Первое место в соревнованиях заняла команда Департамента природных ресурсов, экологии и АПК «Нао». Проект «Чистая Арктика», который мы организовываем в округе. Мы видим его плоды, мы видим этот мусор, который сзади нас. Было приятно принять участие. Просто все старались нести свой склад. Одна из сотрудниц, Светлана Кустышева, она даже у мужа ворвала бензорез для того, чтобы специально резать провода, их упаковывать в мешки и тоже сдавать. Муж на нее обиделся, но я думаю, теперь он ее не будет сильно ругать. Но сам факт того, что мы все здесь собрались и на пользу округа. Второе место у команды регионального департамента образования, культуры и спорта. Третье место у команды городского совета Нарьинмара. Часть собранного мусора переработают, а предметы, которые не поддаются переработке, отправят на свалку. Экология связана тесно с здравоохранением. Дело в том, что если будет ситуация экологическая в плохом состоянии, негативно, это скажется и негативно на здоровье населения. Отметим, что проект «Чистая Арктика» стартовал 11 июля. Он предполагает уборку в каждом из арктических регионов Российской Федерации при участии региональных и федеральных волонтеров.